Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «Репортер» и ведущий Алексей Коноплёв. Сегодня опять тревожные и огнеопасные новости. Уже не с Чапаевска, а с противоположного края области. Пожар в Бузулукском Бару удалось ликвидировать ближе к ночи. Так массово в этом районе огнеборцы не работали никогда. К тушению привлекли и поезда, и авиацию, и дополнительные расчеты со всех соседних районов. Открытый огонь, помноженный на жару и ветер, обернулся пожаром на 85 гектаров заповедного леса. Он почти дошел до деревни, где жили две сотни человек. Репортер побывал в горячем лесу. Подгорание произошло. Вот эта железная дорога. Подгорание произошло от 62-го квартала и пошло на потелок. Схематичная карта и спокойный голос лесника никаким образом не отражают происходящее в вечернем сосновом бару. Вообще тут очень жарко. С середины дня все службы работают в экстренном режиме. Пожар внезапно возник, быстро распространился и вплотную подошел к поселку Лесное. Людям настоятельно рекомендовали брать документы и уезжать подальше. Пенсионеров вывозили автобусами. Этот участок заповедного Бузулукского бора в плане пожаров всегда был местом несчастливым. Тут горело и два, и год назад, и в 2013-м, в апреле и мае. Но июньское буйство стихии поразило всех своей скоростью и масштабом. К этому привыкнуть, наверное, невозможно. Просто территория у нас такая. Но вот такого масштаба в этом году первый раз. Хотя это третий уже по счету пожар. Приходит это все с годами. Раньше мы как-то ждали вертолета-самолета. В этот раз уже у нас отработано автоматизм. То есть прибыла вся техника, была задействована вся возможная техника. Кроме того, что сюда привлекли расчеты со всех соседних районов, к ликвидации возгорания подключили пожарный поезд и вертолет. Помог испеть с рейс самолета Б-200 из Чапаевска. Говорят, именно он остановил огонь на поступках к поселку в паре километров. После этого людям разрешили вернуться обратно в свои дома. Сработали слаженно, что мы сегодня наблюдали. Пожар на данный момент локализован. Ведется окрауливание с дотушиванием. Сотрудники национального парка расставлены по периметру пожара. Все под контролем. Угрозы на данный момент поселку Лесной нет. Чтобы убедиться в этом, репортер отправляется в тлеющие местами горящий ночной лес. Тушение идет бойко. Но есть риск, что процесс может затянуться и перейти в режим, отличный от экстренного. Работать придется 24 часа в сутки, скорее всего, 7 дней в неделю. Потушить быстро 85 гектаров хвойного леса невозможно. Полностью нет. Все равно некоторое задымление, оно так и будет происходить. Понимаете? То есть вот эти старые пни, то есть корни, да, они все вышли. То есть корень ушел вглубь, он тлеет, тлеет, тлеет. А там он может 5-10 метров быть. Он раз и где-нибудь потом выскочит. Так что здесь еще долго работать придется. Разбираться в причинах возникновения пожара будут в ближайшие дни. Примерно тогда посчитают общую сумму ущерба. Что касается тушения, то тут пожарным повезло. Репортер, выбравшись из леса, попадает под июньский дождь. Сроки ликвидации возгорания могут быть сокращены. Надеюсь, эта трудная неделя завершится приятным для вас пятничным вечером. В понедельник подведем итоги этих 7 дней. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok